В эпоху Пушкина, Лермонтова, пожилым человеком, кто считался? 37 лет, 40 лет, это были глубокие старики, о которых уже не стоило даже и разговаривать. А сегодня о них не просто говорят, именно на данное поколение делает основную ставку глобальный маркетинг. Признают участницы клуба «Время трендов» успешные в разных областях представительницы прекрасного пола. Они выделяют разные причины повышенного внимания к так называемым поколениям «Х» и миллениалов. Среди них их платежеспособность и активное желание считать себя молодыми, а главное стремиться оставаться такими. Когда ты видишь какие-то первые морщинки, ты, конечно, пытаешься сходить к косметологу, а с другой стороны начинаешь читать превентологов, общаться с ними. Оказывается, сладкое. Мы же ведь от него еще и стареем, мы же не только полнеем, мы же еще и стареем от него, то есть морщины уменьшаются, если перестаешь сахар есть. Косметологи, превентологи, здоровое питание, сегодняшние 35-40-летние – это первое поколение, которое в своем возрасте стало осознанно заботиться о себе, говорят специалисты. Так, средний возраст клиентов тех же фитнес-клубов приближается к их рубежу. В то же время, и это еще один тренд, люди все меньше стремятся связывать себя серьезными отношениями, либо заводить детей до момента личностной и финансовой состоятельности. У нас большая достаточно команда и разного возраста девчонки в команде. Это, если раньше, ну, мне приходилось такое вопрос задавать, когда вы планируете декрет. Ну, при собеседовании человек устраивается, чтобы хотя бы понимать, насколько я могу на него рассчитывать. То есть сейчас до 30-ти они даже об этом не задумываются, от слова «совсе». Сознательный подход к построению семьи и рождению детей, считают эксперты, также отчасти позволяет сохранить активность и свежесть. Мама в 45 лет не будет лежать на диване, не будет читать книжку, как бальзаковская женщина. Она будет бегать за ребенком по дому, по улице, по детским садам и на тренировке. Поэтому она тем самым продлит себе опять же молодость. Меняются представления о возрасте, меняется сама жизненная парадигма, говорят участницы клуба. Но пока в нашей стране вопросом продления молодости озадачены больше женщины, нежели мужчины. Но и последние начинают активнее ухаживать за собой и сопротивляться старению. Качество жизни и внутреннее состояние, говорят специалисты, сегодня зависят от самих людей. Личность, взрослеющая, проживающая долгую жизнь, это круто. То есть к такому человеку можно прийти, и там это не единица, когда там долгожитель, доживший до 80-ти. Ого! А это в целом такая общественная прослойка людей, мудрых людей, интересных, которые в уме, в сознании, не в деменции. То есть это история, которая, мне кажется, сейчас она растет, развивается. Международная команда ученых провела крупное исследование и пришла к выводу, что новые поколения людей стареют медленнее предыдущих. Да и многие врачи уверены, что с медицинской точки зрения можно оставаться молодым и после 40. Но для этого нужно достичь такого баланса между работой и отдыхом, сохранения физического и ментального здоровья, чтобы на внутренний дзен не влиял переменчивый и враждебный современный мир, резюмируют участницы клуба. И кому этого достичь удается, у того в 40 лет начинаются вторые 20. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком.